Всем привет! Меня зовут Настя, это канал Puzzle English Life, и сегодня мы продолжаем разбирать 50 самых полезных и распространенных фраз в английском языке. Готовы? Поехали! Как же сказать добро пожаловать, когда к вам кто-то куда-то приходит? Ну, во-первых, есть слово welcome, вы его все наверняка знаете, оно всегда везде висит, во всех аэропортах мира, на welcome. Но еще можно сказать, например, I'm so glad to see you, I'm so glad to see you, да, я так рада тебя видеть. Еще, когда вы хотите, чтобы человек чувствовал себя как дома, вы можете ему прямо так же и сказать Feel yourself at home, да, чувствуй себя как дома, располагайся. И дальше тоже такая распространенная фраза Help yourself. На, вот, помоги себе сам. Help yourself по сути значит располагайся, да, опять же, чувствуй себя как дома, располагайся. Можно еще и употреблять с такими словами, как Help yourself to the drinks, да, то есть Угощайся напитками, в этом случае мы скажем на русском языке. Help yourself to something, или Help yourself to the cake, да, угощайся тортом, допустим. И если гость к вам приходит, ну, в какой-то верхней одежде, вы можете ему сказать Let me take off your coat. Да, позвольте мне снять ваше пальто. Ну, и в этом случае, конечно, вы его можете повесить куда-то, надо. Your coat, your jacket, your raincoat, да, в зависимости от того, в чем человек к вам пришел. Let us take off your coats. Дальше, давайте с вами посмотрим, как мы можем пожелать кому-то удачи. Ну, во-первых, вам всем известная фраза Good luck. Успехов, удачи, да. Good luck. Также мы можем сказать фразу Fingers crossed, да, и сделать вот так вот. Мы это сейчас тоже очень часто делаем и в русском языке, да, ну, скрестим пальцы, да. Дай бог, все получится. Fingers crossed. И еще, когда вы желаете кому-то успехов в выступлении, да, на русском мы скажем ни пуха, ни пера, а на английском это будет очень странная фраза Break a leg. Break a leg. Если дословно ее перевести, то как бы Странный перевод будет. Сломай себе ногу, но как бы мы это говорим, чтобы отпугнуть неудачу, да, то есть говорим break a leg, а на самом деле этого не желаем. Теперь давайте с вами посмотрим на фразы, которые нам могут помочь среагировать на что-то. На какую-то новость или информацию, или шутку, которую мы услышали. Первая из них это You're kidding. Да, ты прям шутишь, да. Например, что-то услышали такое шокирующее. You're kidding, или можно говорить You're joking, или можно здесь даже добавить модальный глагол must. You must be joking, да, ты, должно быть, шутишь. You must be joking. Следующая фраза тоже очень полезная, это Еще одна фраза, которую нужно произносить с правильной интонацией, когда мы, допустим, кому-то не верим. Кто-то вам что-то сказал, я не знаю, я соединялся с Тимати в клипе, и вы такие На, вот вы выражаете свое ненаверие человеку. Come on, что ты мне там заливаешь. Еще, когда вы, опять же, не верите кому-то, или даже не то, что не верите, а когда вы находите сложным поверить в какие-то новости или то, что вам сказали, вы можете сказать Да, я вообще не могу в это поверить. Чтобы пожалеть человека, да, когда вы реагируете на какие-то, ну, плохие, грустные новости, можете сказать Или, если вы непосредственно прям к человеку обращаетесь, можно сказать То есть, бедняжка, ты, бедняжка. И также вы можете выразить свое сочувствие с помощью фразы I feel for you. I feel for you. Да, то есть, я сочувствую тебе. Да, я чувствую, как ты тебя сейчас ощущаешь. I feel for you. Чтобы подбодрить кого-то, кто внезапно приуныл, можно сказать Cheer up. Cheer up. Да, взбодрись, не грусти. Cheer up. Или, чтобы сказать человеку, например, Давай, ты можешь это сделать. Прямо, давай, давай, иди до конца. Можно сказать Come on, you can do that. Come on, you can do that. Да, опять же, мы здесь используем слово Come on, но уже с другой интонацией. Come on, you can do that. Когда мы тоже хотим, наверное, и подбодрить, и похвалить человека за то, что он делает, можно сказать Keep up the good work. Keep up the good work. Да, то есть, ну, продолжай так же прекрасно выполнять свою работу. Продолжай в том же духе, как бы мы сказали на русском языке. Или, например, когда ну, что-то, допустим, такое не очень хорошее произошло в жизни у человека, но вы все равно хотите его подбодрить и сказать, ну, это же не конец света. Вот в этом случае мы можем сказать Да, перевод тот же самый. Ну, это же не конец света. Если, не дай бог, вы потерялись где-то, то вот вам несколько фраз, которые вам помогут найтись обратно. Первая из них это Да, и здесь мы можем вставить все, что угодно. Извините, не подскажете мне путь к Допустим, excuse me, do you know the way to the train station? Извините, не подскажете мне путь до станции. Да, то есть, вот прям можете запомнить этот вопрос. Do you know the way to? И дальше уже ставить то, что вам нужно, соответственно, найти. Или вы можете еще спросить How can I get to? Как я могу добраться до чего-то? Опять же, можете добавить И все на свете, все, что вам нужно. Или, например, допустим, вы уже находитесь в транспорте, в каком-нибудь автобусе, метро, неважно. Вы можете спросить, да, извините, а этот автобус останавливается на такой-то остановке? Excuse me, does this bus stop at Oxford Street? Да, останавливается ли этот автобус на улице Оксфорд? Вот, пожалуйста, вам три фразы, чтобы не потеряться. Давайте теперь посмотрим на фразы, которые нам помогут заказать еду, что немаловажно, конечно же. Первая фраза Когда вы уже непосредственно что-то заказываете, вам нужна очень простая фраза Я бы хотела, я бы желала. Это универсальная фраза, очень вполне себе уважительная, не грубая. Используйте, например, I'd like a cup of coffee или I'd like a beer I'd like a piece of pizza I'd like a soup of the day Да, пожалуйста, I'd like something И, ну, допустим, вы вегетарианец, многие из нас сейчас переходят на этот режим, что очень похвально. Вы можете спросить следующим образом Если у вас какие-то блюда для вегетарианцев. Давайте с вами посмотрим на парочку фраз, которые вы можете использовать для того, чтобы сказать пока-пока кому-то. Ну, естественно, это Пока-пока, до встречи, увидимся скоро. Или вы можете, ну, когда вы хотите как бы подвести человека к тому, что вы уходите, вы можете ему сказать Ну, уже становится поздновато, да, мне нужно идти. Ну, и также на прощание вы можете сказать Take care, да, то есть береги себя. Особенно сейчас это очень актуально. Да, buy, take care. Или можно еще сказать Take it easy. Ну, take it easy, это тоже как бы береги себя, не парься, да, короче, будь молодцом. Как я уже говорила в первой части нашего видео о самых распространенных фразах, самый лучший способ это все дело запомнить, потому что мы с вами все-таки рассмотрели 50 фраз, самый лучший способ это их употреблять. Да, естественно, в разговорной речи, учить их постоянно, повторять и так далее. Но также немаловажно окружить себя английским языком и эти фразы, ну, хотя бы изредка слушать. Именно для этого мы создали кучу упражнений на нашем сайте Puzzle English на аудирование, где вы можете посмотреть отрывки из разных выступлений, из фильмов, из сериалов, из мультиков, всего на свете. То есть вы слушаете речь носителей в основном, да, учитесь воспринимать эти фразы на слух, повторяете их, учитесь на них отвечать, выполняете классные упражнения. И также, конечно, не забывайте смотреть другие видео на нашем канале. Учите английский в удовольствие и see you very soon! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok